Правовые аспекты российско-китайского сотрудничества обсудили на профильной конференции в Приморье. Мероприятие позволит реализовать совместные инвестиционные проекты. Поделением таких факторов, как язык, регион, обычаи, правовая среда, организациям-инвесторам зачастую непросто дать точную предварительную оценку инвестиционных рисков, с которыми можно столкнуться, а также получить информацию об алгоритме процесса инвестирования и перспективах ведения бизнеса. Конечно же, задача практикующих юристов состоит в качественном обеспечении защиты законных прав и интересов инвесторов, снижении юридических издержек и минимизации рисков при принятии решений, связанных с процессом инвестирования. По словам Дмитрия Мориза, главной целью конференции является понимание особенностей правовых систем России и Китая к практике взаимного делового сотрудничества у представителей бизнеса и юридического сообщества. Полагаю, что конференция будет способствовать повышению прозрачности, большей предсказуемости в наших взаимоотношениях и как следствие созданию более комфортных правовых и деловой среды придаст новый импульс развитию двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Надеюсь, что сегодняшний обмен информацией и профессиональным опытом позволит определить нюансы регулирования национальным законодательством вопросов, предлагаемых к обсуждению, а также наладить дальнейшее эффективное взаимодействие в целях успешной реализации совместных проектов в Китае и в России. Программа конференции включила выступления руководителей, а также работу в формате открытого диалога с решением реальных кейсов и разбором конкретных ситуаций, которые могут случиться в ходе сотрудничества. Олег Завьялов, Елизавета Драгомирова, Новости на Восьмом.